Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 25 главу. «И взял Авраам еще жену именем Хеттуру». То есть речь идет о том, что Авраам взял себе жену после смерти Сары. Уже это происходит. «Она родила ему Зимрана, Якшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Якшан родил Шеву, Фемана и Дедана. Сыны Дедана были Рагуил, Навлиил, Ашурим, Летушим и Леюим. Сыны Мадиана – Ефа, Ефер, Ханох, Авида, Елдага. Все сии сыны Хеттуры». Нам может казаться немножко непонятным и даже местами скучным вот это перечисление имен, которые для нас очень так непонятно и странно звучат. И кажется непонятно, зачем вообще эти имена, зачем знать вот этих каких-то людей, совершенно для нас далеких, безвестных, которые не играют дальнейшую роль в повествовании. Дело в том, что для человека Ветхого Завета, для первых читателей этой книги, или скорее ее первых слушателей, поскольку в древности книги читались вслух в собрании, была очень важна укорененность в истории Ветхого Завета, что Авраам не просто далекий исторический персонаж. Авраам наш праотец, Авраам наш предок, мы с ним связаны через его потомков. Мы наследники Авраама, мы восходим к Аврааму по линии, и мы можем перечислить эти имена. Вообще для Библии важно очень понятие преемства. Мы знаем, чьи мы потомки. В Новом Завете, уже отчасти Ветхом, но в Новом Завете это приобретает характер не столько физического, сколько духовного преемства. Уже в Ветхом Завете мы знаем, что Израиль — это не только физические потомки Авраама. К Израилю присоединялись люди из других народов. Мы не знаем, насколько они большую часть составляли, но в принципе это было возможно. Люди могли обратиться к Богу Авраама, Исаака и Иакова, не будучи физическими потомками Авраама. Но они тоже становились детьми Авраама. В Новом Завете у нас существует преемство с Авраамом через Иисуса Христа. Все, кто верит в Иисуса Христа, — потомки Авраама в духовном смысле. И в Церкви существует апостольское преемство. То есть в Церкви мы знаем, какой епископ наследует какому. Апостолу рукоположили епископов, и каждое следующее поколение епископов нам, вообще говоря, известно. Нам известно преемство, которое доходит до наших дней. Потому что для Библии очень важно это сознание преемства и сознание единства, что мы все являемся частью вот этой Божьей истории. Что по отношению к нам Авраам и по отношению к нам христианам, Авраам независимо от нашего этнического происхождения, Авраам наш предок. И отдал Авраам все, что было у него Исааку, сыну своему. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки, отослав их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Вот здесь упоминаются наложницы Авраама, что для той эпохи было общепринятым, поскольку Авраам это такой шейх, он человек высокопоставленный, он вождь своего народа, вождь своего племени. И для того времени, естественно, ожидаемо, что у человека высокопоставленного, у него есть жена и у него есть еще наложницы. Греховно ли это перед Богом? Несомненно, это перед Богом греховно, это неправильно, поскольку Божье установление — это моногамный брак. Человек должен либо оставаться безбрачным, если он к тому призван, либо в общем случае человек вступает в брак с одной женщиной и хранит ей верность до конца своих дней, пока смерть не разлучит их. Но Библия говорит нам, и это важно отметить, о реальных людях, которые жили в реальной культуре, в реальной истории. И поэтому Библия не всегда содержит рассказы, которые, знаете, вот напоминали бы рассказы из... Есть такие вот хорошие очень книги «Жития святых, пересказанные для детей», где все происходит очень хорошо, где святые, они во всем показывают детям образец, как себя вести. Библия — это повествование о реально существующих людях, которые живут внутри реально существующих культур. И эти люди — грешники. И эти культуры глубоко пронизаны грехом. И то, что отец веры, Авраам, имел наложниц, это, конечно же, ни в коем случае не говорит о том, что это хорошо и правильно, и это приемлемо. Нет. Это говорит о том, что в те времена был такой греховный обычай, и сейчас, слава Богу, этот греховный обычай ушел, он начинает уходить уже в Ветхом Завете, и его окончательно воспрещает, конечно, Господь в новом, когда он говорит, что будут двое одноплоть, а не сколько-то еще наложниц плюс сюда. Мы знаем, что в Ветхом Завете Бог приходит к тем людям, которые есть, и это люди грешные, которые принадлежат к культурам, в которых есть греховные обычаи. Нас-то не должно шокировать. Авраам прославляется не за то, что он был во всех отношениях безупречен, не был во всех отношениях безупречен, но потому, что он был первый человек, который поверил Богу и вступил с ним в Завет. «Дни жизни Авраамовой, которой он прожил, было 175 лет, и скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». «Приложиться к народу своему» — это фраза, которая указывает на древнепогребальный обычай в то время, и это продержалось до времен Нового Завета, люди погребали своих усопших как бы в два этапа. Сначала человека хоронили в такой пещере погребальной и оставляли на несколько лет. Его тело истлевало, оставались кости, и эти кости уже складывали в специальный сосуд для костей. И приложиться к народу своему означало, что твои кости, они лягут вместе с костями твоих предков. «И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле на поле Ефрона, сына Цахара, хиттиянина, который против Мамре, на поле и в пещере, которая Авраам приобрел от сынов хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог богословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беер-Вахай-Рои. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь-Египтянка, служанка Сарина. Вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их. Первенец Измаилов Наваеов, за ним Кедар, Абдиел, Мефсам, Мишма, Дума, Маса, Хадад, Фема, Етур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их в селениях их, в кочевьях их. Это двенадцать князей племенных. Лет же жизни Измаиловы было сто тридцать семь лет. И скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что перед Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились перед лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жены жену Ревекку. Дочь Вафуила, армиянина из Мессопотамии. Сестру Лавана, армиянина. Вот эта фраза, Авраам родил Исаака, она нам очень хорошо знакома по Евангелию от Матфея. И мы видим здесь, что здесь начинается та родословная линия, которая в итоге ведет к Иосифу, мужу Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И почему это очень важно? Это указывает нам на смысл всех ветхозаветных событий. А зачем все это? А к чему вся эта история? Почему нам Слово Божие ее рассказывает? Потому что вся эта история ведет к Иисусу Христу. Здесь начинается родословие Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Вся эта история имеет свою цель, имеет свой смысл. Она вся обращена к Иисусу Христу. Все это родословие оканчивается на Иисусе Христе. И здесь мы видим его начало. Исаак был сорока лет, когда он взял в себе в жену Ревеку дочь Вафуила Арамьянина из Месопотамии, сестру Ивана Арамьянина. И молился Исаак Господу о Ревеке жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, из-за чего Ревека жена его. Исаак берет в жены Ревеку, и Ревека – это женщина, которая ему предназначена Господом. Мы видим, какими знамениями сопровождается вот этот поход слуги Авраамова за Ревеккой. Мы видим, как Бог промыслом удивительным образом показывает, что да, это вот именно та женщина, которая должна выйти замуж за Исаака. И оказывается, что она неплодна. И это кажется, ну, очень странным, потому что в древности однозначно целью, с которой мужчина брал жену, было чудородие. И чудородие рассматривалось как богословение, и неплодная жена рассматривалась как большое очень несчастье. И вот кажется, что где же Божье богословение? Оно требует терпения. Требует терпения, оно требует молитвы. И хотя жена его неплодна, что делает Исаак? Исаак не ищет себе другую женщину. Он мог бы, по обычаям того времени, отлично мог бы себе взять другую женщину и сказать, ну, не получилось, ну, что делать, вот бесплодная жена, бывает. Нет. Он на это реагирует по-другому. Он молится Богу. И Бог открывает ее череп, она становится плодовита. Мы видим здесь, что Исаак, он сталкивается с определенными затруднениями в своем браке. Брак не оправдывает его ожиданий. Ожидание ветхозаветного человека от брака – это прежде всего чудо-родие. И мы видим, что его жена бесплодна. И мы видим в этой ситуации, он, ему в голову не приходит этот брак как-то расторгать, брать другую женщину. Нет. Он молится Богу. И Бог отвечает на его молитву. И мы видим, что вот эта линия, исходящая от Авраама, которому Бог обещал многочисленное потомство, она продолжается в результате целой серии божественных, сверхъестественных вмешательств. И Господь услышал его, из-за чего ревекка жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если это так будет, то для чего мне это?» и пошла попросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени в очереве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа космата, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою свою запятую Исава, и наречено имя ему Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились от Ревекки. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова». Видимо, два брата, они близнецы, Исаак и Иаков, и Исаак, их отец, Исав и Иаков. Исав, их отец предпочитает Исава, потому что Исав он охотник, и он приносит ему дичь. Ревекка любит Иакова. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. Отсего дано ему прозвание, едом. Но Иаков сказал Исаву, продай мне теперь же свое первородство. И Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал ему, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. Он ел и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исав первородство». Для соображений наследования очень важно, кто родился первым. Вообще для патриархального общества старшинство имеет огромное значение. Если даже речь идет о близнецах, которые родились в один день, важно, кто первый вышел из утробы. Первый из утробы вышел Исав. И первородство его. Он перворожденный. И, кажется, он должен продолжить эту линию. Линию, которая ведет в итоге к Спасителю, в итоге к Иисусу Христу. Но он совершенно об этом не думает. Он пренебрегает первородством. Первородство – это то, что сделало бы его очень важным элементом, сделало бы его одним из предков Спасителя. Ну, он пришел голодный, ему хочется покушать прямо сейчас. У него прямо сейчас есть желание. Он говорит, вот я умираю, что мне в этом первородство? Ну, понятно, что он не умирает. Понятно, что, да, он сильно проголодался, но понятно, что где-нибудь он может через, может быть, час дойти до своего шатра, и там у него точно будет еда. Но он хочет поесть прямо сейчас. И ради этого сиюминутного желания, которое не захотел отложить его удовлетворение, никто же от него не требовал, чтобы он действительно умирал от голода, он мог бы поесть чуть-чуть попозже, он отказывается от своего первородства. Это выражение потом вошло в историю. Люди часто говорят «продать первородство за чечевичную похлебку», даже не помня, откуда это вообще. Но это из Библии, это именно библейское повествование. И мы видим здесь, как Исаф первородство его, он его получил, да, он родился первым, но он от него отказывается ради того, чтобы не терпеть минутного дискомфорта. И это очень важный урок, который дает Священное Писание. Мы оказываемся довольно часто перед выбором между сиюминутным удовлетворением каких-то наших сиюминутных желаний. И нам может казаться, что мы умрем, если мы их не удовлетворим. Но это не так, мы, конечно же, не умрем, мы просто немножечко потерпим. И, с другой стороны, выбором между нашим первородством, между послушанием Богу, между принадлежностью Святой Церкви. И очень важно для человека, и об этом говорят даже мирские психологи, очень важно для человека уметь терпеть дискомфорт, уметь терпеть неудовлетворение своих желаний, уметь терпеть голод, или не голод даже, а вот то, что я еще час не поем. Вот не помру я от этого точно, но вот способность немного потерпеть. И для человека, и об этом также говорят совершенно мерзкие люди, психологи, даже диетологи, которые говорят, что вот люди переедают, им это вредно, они говорят о том, что очень большое бедствие для людей вообще в масштабах целых стран, когда люди не умеют говорить «нет» своим немедленно возникшим желаниям. И вот мы здесь видим, как происходит в жизни Исава вот эта катастрофа. Он отказывается от первородства, потому что не хочет потерпеть голод еще какое-то очень короткое время. Он вообще не считает, что мне в этом первородстве, он говорит. Ему это вообще неинтересно, ему прямо сейчас хочется покушать. И поэтому он отказывается от перспективы стать одним из предков спасителя. Он продает первородство Якову. Мы с вами прочитали 25-ю главу книги «Бытия», и мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет».